Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе» и сегодня новости из Украины. Украина открывает границы для иностранных туристов, но на определенных условиях. Украина открывает границы для иностранцев с 15 июня, но пропускать их будут при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Иностранные граждане и лицы без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабинета министров Украины при наличии законных оснований для въезда, определенных законом Украины о пограничном контроле и соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, рассказали в ведомстве. Въезжать на территорию Украины могут иностранцы только при соблюдении определенных условий, так как для въезда нужно иметь страховой полис. Кроме того, людям из стран с широким распространением коронавируса придется 14 дней находиться в карантине в обсервации. Не придется сидеть на карантине гражданам государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, дипломатам, работникам представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине и членам их семей. Также изоляции не требуются водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, членам экипажей воздушных и морских речных судов, членам поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными COVID-19. Находиться в обсервации не нужно также лицам, давшим согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома». Напомним, Украина закрыла границы для иностранцев в середине марта из-за пандемии коронавируса. С того момента запрет несколько раз продлевали. С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Пока для туристов и деловых путешественников доступны 4 страны, но список государств будет расширяться. С 15 июня из Киева можно вылететь в Великобританию, но карантин там будет 14 дней по прилету, в Албанию и США без ограничений на границе и без тестирования, в Турцию без ограничения на границе, тестирование по прибытию, и с 27 июня в Тунис с прохождением тестирования по прибытию. После улучшения эпидемиологической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность вылета на Кипр, Черногорию, Грузию и Грецию. На этом по Украине у нас все, оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами, впереди еще много всего нового и интересного.